Владимир, перед игрой из Днепрома произошли кадровые изменения. Пошли ли они на пользу политехнику и ваша оценка сегодняшней игры? Я думаю, пошли ли они на пользу эти изменения, мы узнаем позже немного, потому что очень рано об этом говорить. Но оценка сегодняшней игры... Я думаю, что нам сегодня не хватило борьбы и желания, и души, скажем так, играть в баскетбол. Мы сегодня были не намного, сегодня именно, были не намного хуже, чем Днепр. Но Днепр показал волю к победе и желание выигрывать в каждом матче. Этого нам не хватило. Отсюда и потеря концентрации, и проигранные подборы, и ошибки, которые, опять же, выполнялись на усталости. Но я очень недоволен сегодня двумя лидерами команды, нашими игроками. Антоном Ручняком, да, он вроде бы взял 13 подборов, но очень слабо не было агрессии в нападении его. И тоже касается и Романа Козлова, и отсюда. И мы не смогли более уверенно себя чувствовать в нападении. Отсюда и были и потери, потому что у Романа Козлов мы потеряли эту ротацию, которая у нас должна быть среди маленьких. Плюс опять снова у нас Никола Вуевич. Три подбора берет за игру за 20 минут. Это центровой, который легионер должен приехать и взять их 10 за 20 минут. Да, этим мы очень недовольны. Что касается молодых парней, в принципе, мне кажется, что они прогрессируют. Особенно это касается Ильи Чигунова. Да, у него есть ошибки, но он на таком уровне никогда не играл. И я думаю, что то, что он сейчас делает, он делает это с прогрессом. И если он будет так же работать, я думаю, что он может получать много времени в ротацию. Достаточно времени в ротацию. А что насчет новичка, кроме Коля? Ну, мы, прежде чем его подписывать, этого игрока, не знали, что он может. Он провел только две тренировки. И, в принципе, этот игрок не до конца вписался, конечно, в команду. Но это очень сильный индивидуальный игрок. Он поиграл в хорошем университете. И у него хорошая статистика. И в университете была, и в последнем сезоне он играл в Боснии. Мы знаем, что он может. И он может сыграть на любой позиции. И, в принципе, он хорошо читает игру. И я думаю, что сегодня он нам, конечно же, помог. Но это не весь его потенциал, который у него есть.